Глубокая переработка древесины и свое производство конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. На выходе это импортозамещение, новые рабочие места, зарплаты, развитие региона и экологически чистое производство и упаковка. Так в нескольких предложениях можно описать стратегию модернизации целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске. Его сегодня посетил президент, глубоко погрузился в проблемы и символически запустил новую линию производства беленой целлюлозы. А также предложил очередной этап развития. Речь о строительстве цеха по выпуску готовой продукции, в частности экоупаковки на основе бумаги и картона. Плюс совершенно новый проект целлюлоза вискозная, а это и ткани, и промышленные пленки, и покрытие. Впрочем, не только комбинату пришлось выдержать детальную инспекцию. Проблемные точки региона до главы государства изучили руководители администрации президента, Советы Республики и Комитета госконтроля. Такой новый формат рабочих поездок станет постоянной практикой. Сначала на место выезжает топ-руководитель республиканского уровня, затем они держат отчет перед президентом. Именно так было сегодня в Светлогорске. Кроме того, уже сам Александр Лукашенко на месте полностью изменил маршрут и заехал на местный завод железобетонных изделий и на домостроительный комбинат. По итогу фокусе внимания оказались все ключевые вопросы экономики и социального развития города. А значит и их комплексное решение. Стоит ли говорить, что зная характер президента, все руководители были сегодня в тонусе и подготовились держать ответ на высшем уровне. Насколько эффективна такая комплексная встряска региона и почему государство уделяет столько внимания экономике в провинции, экологии и деревообработке? Ответы с места событий у Ольги Макеи. Нам, журналистам, в своей работе без офисной бумаги никуда. Написали текст сюжета, распечатали на принтере и отправляемся на озвучку или монтаж. Правда, пока печатать свои белорусские репортажи нам приходится на иностранной бумаге. Сырье вот для таких листов из беленной сульфатной целлюлозы в нашей стране начали производить совсем недавно. А как это происходит, посмотрим прямо на заводе. Мы на Светлогорском ЦКК. Процесс производства целлюлозы называют одним из самых технологически сложных. Путь от бревна до белоснежного полотна занимает почти сутки. А вот для того, чтобы реализовать в стране такой проект, понадобились годы. Начинать пришлось с чистого листа. От идеи до строительства и запуска около восьми лет. Пока Светлогорский ЦКК известен как промышленный долгострой. Но сегодня начинается его новая история. Создание такого производства стало второй самой дорогой стройкой после АЭС. Но это задел на перспективу. Долгие годы отсутствие собственного целлюлозного предприятия ставило Беларусь в зависимость от зарубежных производителей. Валюта утекала из страны. Если поднять статистику, то в среднем по угоду от 15 до 20 тысяч тонн сульфатной беленной целлюлозы заводилось по импорту на сумму порядка 10 миллионов долларов. Без целлюлозного сырья сегодня не обходится ни одно бумажное производство в мире. Спрос на него, как и цена, растут каждый год. А стоит ли дерево такой выделки? Объясним на понятном примере. Если кубометр древесины переработать в плиту ДСП, средняя стоимость 100 долларов. В фанеру 130, в целлюлозу 200. На рынке АЭС похожий завод есть только в России. Но и он десятки лет без модернизации. Упускают выгоду. Александр Лукашенко видит наперед. Эта сфера может приносить гораздо большую отдачу. Поэтому и внимание. Еще в декабре на совещании в Минске президент пообещал реализацию инвестпроектов посмотрит прямо на предприятиях. Шклов, Добруш и вот теперь Светлогорск. А сверху виднее. Так что это за производство? Пойдем по цепочке вместе с президентом. Чтобы было понятнее, сразу скажем. Товарами из этой самой беленой целлюлозы мы пользуемся каждый день. Это салфетки, листы для принтеров или факсов. Процесс начинается со стволов сосны. Их отправляют в своеобразную терку, где очищают от коры. Кстати, берут даже дерево, испорченное короедом. Более высокие сорта идут на распиловку, получение доски, бруса и так далее. Других изделий из древесины. А мы берем все, что остается от них. Ненужные остатки отправляют на собственную мини-ТЭЦ. А это полная энергонезависимость. То есть вы обеспечиваете электричеством и теплом, не продаете излишки? У нас проект рассчитан так, что выйдя на проектную мощность, Александр Игоревич, мы будем 75% еще продавать в сети. Работа всего завода контролируется специалистами из современных пультовых. Все в формате онлайн. В центр управления заходим вместе с президентом. Кстати, работают тут не только наши специалисты. Федих Алиль приехал из Египта 7 лет назад и остался. Влюбился в белорусскую и Беларусь. Вот я в Новополонске был на заводе. Там то ли Сырана, то ли Сырана. Тоже ребята работают. Так его и брат еще здесь работает. Прекрасно. И пускай таких людей у тебя на родине. Сиди, сиди. У тебя на родине я буду через три дня и мы тебя там вспомним. Хорошо. Спасибо вам большое. И даже президенту Аль-Сиси об этом скажу. Это мой хороший друг. Я обязательно про тебя расскажу. Хорошо. Спасибо. И даже вот смотри, они сфотографировали нас. Я ему фотографию подару, как у нас египтяне проживаются. А этого момента все сотрудники предприятия ждали несколько лет. И хотя небольшие партии целлюлозы уже производили, именно эти кадры войдут в историю как запуск новой линии. Теперь работа на полную мощность. Ну то ли, нажимай. Все. Спасибо. Так как работает линия? Древесину измельчают, мелкую щепу варят, получают целлюлозу, отбеливают и отправляют под пресс. Готовое полотно рубят на листы и упаковывают. Президент настаивает. Зачем опять же продавать целлюлозное сырье, если можно выпускать бумагу прямо на заводе? Какой смысл сырьем торговать? Ну радуемся, что мы не баланс продаем. Открыли производство. Перерабатываем здесь весь хлам. Переработали, обрадовались. Целлюлозу получили, то же самое полуфабрикат, я его называю. Ты правильно говоришь сырье. Начинаем возить и кому-то отдавать, а они готовы продукцию. До конца года мы разработаем концепцию. Мы закажем, они на следующей неделе андрит здесь. Мы им поставим задачу. Они нам дадут, подготовят коммерческое предложение. И мы к концу года будем готовы. Но поторгуйся. Лично мне доложишь цену. Самая глубокая переработка. Это же и есть решение главного вопроса, на котором я настаиваю. Импортозамещение. Позиция президента – каждое производство должно приносить наибольшую отдачу государству. Взять, например, свободные экономические зоны. Да, условия для иностранных инвесторов там привлекательные. Взамен государство получает рабочие места. А вот прибыли в казну в виде налогов ждать приходится долго. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос. Хватит сюда тащить со всего мира бизнесменов, хвастаться, что у нас инвестиции, а от этих инвестиций страна практически ничего не имеет. Импортозамещение и экспорт – две главные задачи. Беленая целлюлоза – стратегическое сырье. Нужна четырем нашим предприятиям. От производителей газетной бумаги до обоев. Мощности в 400 тысяч тонн ежегодно на все это хватит. Но это вопросы экономистов. А что с модернизацией коллективу? В штате Светлогорского ЦКК – 2500 человек. Средняя зарплата на комбинате уже больше 1300 рублей. Я, получается, сразу же устроился именно на новую площадку. Проработал уже здесь полтора года. В принципе, зарплата очень даже хорошая. И место труда очень хорошее, достойное. Конечно, судьба комбината непростая. Подвел китайский подрядчик, который должен был создать завод под ключ еще в 2015-м. Сроки сорвали. Доделать пытались еще несколько лет. В итоге сотрудничество с подрядчиком прекратили. На тот момент у наших надзорных органов был список из 2000 замечаний. Недоделки устраняли уже больше 30 белорусских организаций. Вы сами справились с освоением мощностей этого предприятия. Молодцы. За это вам большое спасибо. Это вторая цель моего приезда. Поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя-строителя, сделали это предприятие сами. И вы получаете сегодня хорошую продукцию. Спасибо вам за это. А вот первая цель визита – все же посмотреть, где еще предприятие может сработать эффективнее. В перспективе производства и вискозные целлюлозы. А уже в этом году построят цех и поставят здесь же машину для выпуска бумаги. Купить машину, она не дешевая. Наверное, 80 миллионов евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты, поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозу. И таким образом, из 300 тысяч тонн, которые вы произведете, 300-350 тысяч мы переработаем здесь, на месте, и поставим своим предприятиям. На экспорт останется 50 тысяч тонн. И те 50 тысяч, что мы будем дорабатывать и перерабатывать. Никто не скрывает, первое время местные жители жаловались на неприятный запах в городе. Сейчас он ощущался только в одном помещении. Такова специфика производства. Президент признается, этот запах, знакомый с юности, даже нравится. Нос по ветру специалисты завода держат круглосуточно. Данные, опять же, не скрывают, их могут увидеть все жители Светлогорска. Александр Григорьевич, ну вот как-то у нас в стране так вот происходит. Как только начинается строиться какое-нибудь предприятие, сразу в интернете появляется шумиха. И в основном это затрагивает вопросы какого-то экологического характера. И вот этим крикунам им же не вдомек, что они в первую очередь порочат не только наш город, но и страну в целом, согласитесь. И никому, как ни нам, работникам этого предприятия, знать, насколько оно безопасно в плане экологии. Потому что у нас здесь мы работаем зачастую целыми семьями. А вот вы, Александр Григорьевич, как вообще относитесь к экологической безопасности в Белоруссии? Вы знаете, сейчас все живут экологическими проблемами. Загрязняем воздух, производим черт знает что и черт знает в каких объемах. Уже и дети, как эта Грета Тунберг, начали заниматься спасением экологии и так далее. Поэтому мы не можем быть в стороне. Я вчера уже говорил швейцарскому представителю, нас называют восточной Швейцарией за ту чистоту, за ту красоту, которая есть. И я подумал, какие мы молодцы, что мы в свое время взялись за это. Экология – вопрос номер один. Мы не должны в 21 веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим. Экологичный и подарок президенту картина в технике вытянанки из целлюлозы собственного производства. Кстати, дарить сувениры – традиция для поездок. Появляются и новые. Теперь у региональных президентских инспекций меняется формат. В чем суть? Во-первых, если в город едет Александр Лукашенко, в передовую командировку отправляются высшие должностные лица. Именно они оценят разные предприятия, чтобы у президента была полная картина. Во-вторых, цель – мобилизовать в этом городе или районе абсолютно всех. А уже президенту на месте решать, на какой завод приехать. Никаких спланированных маршрутов. Кто знает, может быть, в самое ближайшее время такая инспекция нагрянет именно к вам. Как в эти дни было в Светлогорске. Игорь Сергеенко, Наталья Качанова и Леонид Анфимов посетились десяток предприятий, о чем детально рассказали президенту. Вы посещали там? Спасибо. Вчера? Да. Все? Все. Ну, я два посещал. Светлогорске, Волокно и ДОК, ЭДСК. Наталья Ивановна, три предприятия. Я четыре. Ну, еще сельхозпредприятие было на Овцеферме, Александр Леонидович. Хутор Агра посмотрела. Ну, и что плохо? На что надо обратить внимание? Ну, я вот, например, по этим предприятиям, на которых я была. Хорошее предприятие, молочный комбинат, филиал. Очень хорошее предприятие. Значит, ты был на своем? Да, я был на Химволокно и на ДСК. Ну, Химволокно, вы знаете, оно, в принципе, работает довольно стабильно. Я посмотрел два небольших предприятия. Филиал Хлебпрома, хлебозавод местный. Нет там проблем по хлебопечению? Я вам скажу, достаточно аккуратное производство, современное оборудование. На Светлогорск работают? На Светлогорск, Светлогорский район. Что еще? Мы больше не смотрели? ДСК, ДСК, но у них проблема в чем? Значит, оно сейчас в состоянии санации находится, потому что несколько лет. Но перед тем, как посетить тот самый ДСК, президент заедет на завод железобетонных изделий и конструкций. Предприятие уже 60 лет на рынке, а продукт используется для строительства, к примеру, ТЭЦ или атомных электростанций. В цеху, конечно, могло быть и чище, заметит президент, но на таком производстве это допустимо. А вот текучка кадров или нарушение дисциплины – первостепенное для руководства вопросы. Знаете, что я 4 года работал на вашем производстве, заместителем директора. Так что все знакомо, все родное. Заливаете бетон и в камеру, то ли? Да, тоже попариваю. Ну, надо, мужики, понемножку, понемножку из этой грязи выходить. Надо потихоньку и в порядок наводить, но он прав. Важна эта форма, эта зарплата и еще важнее продать все, что вы производите. Сегодня деньги главные. Но не забывать, что здесь должно быть по-человечески все. А это уже домостроительный комбинат. Большое важное производство оказалось на грани банкротства. Застройщик не смог справиться с кредитами. Приняли меры по оздоровлению, появился иностранный инвестор и все же устойчивой работы так и не добились. Без твоего его ведома никто не может уволиться. А уволился, никто не возьмет на работу. Ну, сейчас обратная ситуация. Сейчас люди к нам идут. А, это хорошо. Не поверю на работу. А сейчас к тебе идут, а он скажет, так с тобой заработать, не трожь. Или бери, но заплати за него. То есть запретительную тебе твоту или запретительную пошлину введут. Чтобы это рыночно выглядело. То есть надо людей поставить на место. Да, надо, чтобы люди шли, но не бегали с завода на завод. Там, где лучше, пусть идут, но не бегают. И это вы должны определиться и решить. Простой и действенный рецепт от президента. Не выдумывать антикризисных планов, а собрать волю в кулак и строить дома. Попутно заказ застройщику. Тот самый новый цех для Светлогорского ЦКК. Тем временем на Светлогорском комбинате, пока репортеры информагентств строчили заметки, мы пообщались с теми, кто общался с президентом. Признаются, волновались. Такое ведь не каждый день. Когда президент зашел, я поняла, что это такой же простой человек, как и мы. И поэтому общение было совсем легкое. Понравилась сама простота и непринужденность. Почему так велико внимание президента к бумажной отрасли? Это как с деревообработкой. Помните, своего сырья в Беларуси много, так почему бы не производить из него продукт? Так и здесь. На этих кадрах хорошо видно, как Светлогорский комбинат выглядел в 2003 году. И как теперь. Все современно и автоматически. Кстати, на постсоветском пространстве таких новых производств не строили лет 40. Наш первый. А отрасль не только сохранили, а создали новую. Ольга Макея, Алексей Волков и Анна Ковалева, агентство теленовостей.